Мы много раз с вами говорили о том, что в принципе ни один зетник не может назвать адекватную причину войны России против Украины. Ну то есть какую-то причину не на уровне там Путину захотелось и Путин захотел уничтожить соседнее государство и подчинить его себе из-за собственных комплексов и жажды власти. А на уровне того, что типа как можно вообще оправдать эту войну для нормальных людей. Про это уже сказано много, но мало сказано про то, как видят те, кто посылают в бой людей, тех, кого они посылают в бой. Вот эти российские чиновники, депутаты, сам Путин, генералы и так далее. Да, конечно, понятно, они видят их как пушечное мясо, не уважают и так далее, но это мои слова. И это слова многих людей, которые, мягко скажем, не на стороне российской армии. Но что на самом деле говорят и думают те, кто якобы на этой стороне. Как они относятся к этим людям, которых посылают в бой. Вот человека, которого мобилизовали или который заключал контракт, он для власти кто? Она как его воспринимает? С одной стороны, Владимир Путин говорит, что как героев. Как героев, как новую элиту, как тех, кто защищает отечество, идет вперед, борется с НАТО и так далее. Но на самом деле, в кулуарах там совсем другие разговоры. Один из таких разговоров, разговор депутата, между прочим, Бородая, небезызвестного, который, собственно, и участвовал на первых этапах войны России в Украине, который, в принципе, вот это вот все делал, в том числе, своими руками. Буквально какое-то ничтожество, да, которое получил какое-то количество власти и признания, потому что оказался самым отъявленным негодяем. В сеть был слита один из его разговоров. Был слит, конечно, какое-то время назад, ну, то есть примерно в сентябре, и с аккаунта во Вконтакте, который явно аккаунт-прокладка для того, чтобы не палиться, кто именно слил. Но достоверность этого разговора подтверждают как и зетники-солдаты, которые говорят, что Бородай то же самое говорил при личном общении, так и, например, канал близкого друга Бородая, ну или, как минимум, товарища Бородая, канал олигарха Константина Малафеева «Царьград». Но об этом всем чуть попозже, сейчас давайте ознакомимся с тем, что говорит Бородай. Честно говоря, волосы встают дыбом. Понятно, что всем очевидны прописные истины, касающиеся реального отношения власти к людям, называя их лишними, называя их расходным материалом, но, тем не менее, такая откровенность фактически завораживает. Качество записи не очень хорошее, поэтому там будут субтитры на экране, поэтому, если бы вы привыкли просто слушать видео, то рекомендую все-таки посматривать на экран. Я бы пустил его целиком, но из-за плохой качества записи я буду делать какие-то отрывки, скорее, давать, нежели целиком его показывать. Итак, вначале что он говорит про то, для чего нужна вот эта вся пехота? Действительно ли пушечным мясом являются эти люди? Мы рассматриваем, как к приходу второго служба. На самом деле, они выставляются на ЛПС в качестве оборонительных сил, всяких прочих, блюдах, сил, которые сидят в оборону. Их задача, на самом деле, пока где-то в том, готовится основное направление главного. Максимально оттекать на себя внимание и максимально изматывать живую силу противника. Просто изматывать, понимаешь? Никто не надеется на то, что эти силы достигнут какой-либо обороны или даже очень маленькой победы. Это просто живая сила, которая идет в расход. То есть, да, их задача просто умереть. Они просто расходник. Их задача не стоит в том, чтобы побеждать. Их задача не стоит в том, чтобы что-то захватывать. Их задача не стоит в том, чтобы выжить и стать героями. Или потом и новые элиты. Их задача сдохнуть. И почему у власти есть такое право, по мнению Бородая? Он говорит, потому что все честно, честная сделка. Их покупают. Надо этим думать не только генерал, но и теми, которые сидят в других кабинетах, и они смотрят просто на социальный состав. А это кто? А кто вы живете? Ну, это сейчас добровольцы. Ну, по сути дела, у Анска нехотеля. Да? Уже это добровольцы за деньги. Ну, и мотивировал больше, чем-то мотивировал пополам. Прежде всего. Тем, что на гражданике они или денег вообще не имеют, или могут получать зарплату в 20, ну, в 30, ну, в 40 тысяч, там, максимум. Ну, понимаешь? А здесь они имеют 220, 250, 260 и так далее. Так? Ну, вот то есть деньги, которые не никогда в жизни. А про это есть огромный плюс. За это их покупают как мясо. Буквально как мясо. Ну, то есть он так и говорит, покупают как мясо. И, значит, в логике Бородая с ними можно делать все, что угодно. Почему? Хочется задать вопрос. Почему? Да кто вы, блядь, такие? Кем вы тебя возомнили-то? Херовы правители жизни. Ты, Бородай, кто такой? Чмоня, блин. И вот он такой. Мы покупаем людей как мясо. Но дальше больше. Дальше он говорит, что за людей они покупают, и показывает его реальное отношение к тем людям, которые идут и буквально кладут жизни за него и за Владимира Путина. Прежде всего, это люди, которые с социальной точки зрения, как кажется, люди в бюджетах, не представляют большей ценности. Потому что и возрастной ценз у них достаточно высокий. Потому что, что они старые, просто. То есть, это не продуктивная часть академии. И, блин, социальный умник не предусматривает то, что кто-то из них станет академиком. Понимаешь? Эта пехота, она, понимаешь, уже, так сказать, как бы состоит из людей, которые не рассматриваются, не рассматриваются как особо ценно. Ну, и вообще, концент. Ну, грубо говоря, если рассматривать социологические точки зрения, понятно, что говорят тут разные люди. Все же понимают, что там, на самом деле, ну, энтузиасты, там кристаллы чести и вообще все такое, и совесть, ну, и так далее. Ну, социологические точки зрения, кто-то делал. Понимаешь? Они нашли себя на гражданке, поэтому они... Поэтому есть это понятие, знаешь, Максим Горький, философ, это, кстати, намного использовалось в разных философских и прочих вещах. Лишние люди. Понимаешь? Лишние люди. Грубо говоря, сюда идут. Лишние люди. В основном. А в основном это значит, что это оценивается именно в основном. Понимаешь? Те, которые нет, они просто не оцениваются. Раз лишние люди, значит, этими людьми можно рассчитаться в войне за то, чтобы просто был предпротивник в максимальном образе. Это какая-то фантастика. То есть буквально в его представлении на войну и вот те люди, которые идут на войну, это отребья. Понятно, когда я так говорю. Ну, то есть, типа, я действительно считаю людей, согласившихся за деньги взять оружие и идти убивать отребьем. Я действительно их считаю маргиналами из-за морального компаса, а не из-за того, что я презираю людей с низким достатком или, как говорит Бородай, тех, кто не станет академиком. Ты, что ли, академиком станешь, чучело? Вы вообще видели когда-нибудь Бородая? Вы вообще слышали, как он разговаривает? Да и в этом видео тоже наверняка наглядно, несмотря на то, что маленькие фрагменты. Он, что ли, академиком стоит? Это он, что ли, не лишний человек? И вот в этом одна из трагедий тоталитарных режимов, что к власти вот это ничтожество приходит, не говоря про самого Путина, который является просто образцом ничтожности. В словаре около ничтожества должна его фотография стоять. Закомплексованный человек, который всю свою жизнь пытался хоть кому-нибудь что-нибудь доказать, в итоге решил, что слава Герострата ему подходит больше всего, что он сожжет как минимум соседние страны и свою. И вот этих Бородаев он тянет к себе во власть, которые потом с умным видом рассуждают, что, ну, знаете, это не очень хорошие люди, не очень качественные люди делят по качеству, они пусть сдохнут за то, чтобы мы уничтожали Украину. Там еще, знаете, аутентичность этого разговора, мне кажется, подтверждает, там в конце есть такой звон рюмочек, прям четко. Любой, кто звенел рюмочками, узнает с одной секунды этот звон, который, на мой взгляд, подтверждает подлинность на сто процентов. Но мало того, Борода еще говорит, что этих людей не нужно особо вооружать чем-то нормальным, сойдет все, что есть. Вот лишних путей мы собрали, те, которые не представляют такой социальный баланс со всей России. Собрали, согнали, и они должны максимально выводить противника. Пока мы тут разбираемся с военной промышленностью, с войсками, с нормальным рекомендуем, совсем по очереди, пока мы устраиваем систему, вот мы это все в делу аккуратненько делаем, после этого получаем какой-то у нас свойство, там, на все эти основные удары, ну, там, понятно, для какой-то наступательного проведения какой-то существенной наступательной операции, для создания каких-то серьезных, существенных резинов, а пока мы им даем все, что у нас есть. Мы этим лично даем. Даже если старое вооружение, старые пушки, да, в недостаточном количестве, ну, хоть каком же приемном количестве снарядов, ну, короче, мы им даем возможность проявить себя по воеванию. Это просто фантастическая откровенность, и ее ценность в том, что, еще раз, это говорит депутат Госдумы, вот этот вот человек русской весны, это он вам говорит, не я. И вот те, кто идет на фронт, те, кто, у кого, вот, вы близкие людей, которые идут на фронт, вы уверены, что вы хотите быть лишними людьми? Вы уверены, что вы хотите за это чмо воевать? Вы уверены, что вас можно купить как свиней, как мясо для того, чтобы отправить на убой? Я не говорю уже про то, что вы просто становитесь частью армии фашистов и оккупантов, но вот это отношение со стороны власти вам нормально? Вы готовы признать себя мусором? Не в глазах либералов, я показываю на себя, хотя либералом не являюсь, но мы уж с вами смирились с этим, не в глазах либералов, не в глазах, там, я не знаю, украинцев, не в глазах НАТО, не в глазах международного сообщества, в глазах тех, кто вас посылает в бой. Вы готовы быть вот этим подножным кормом? Отдельно, конечно, забавляет рассуждение Бородая о том, что пока, значит, вот эти все люди будут умирать, Россия там что-то вот где-то кого-то нарекрутит, классно, что-то вот какую-то промышленность сделает, всего этого, мягко скажем, не видно, но, опять же, сам Бородай не академик, как мы уже знаем. У кого остались сомнения какие-то в подлинности этой записи, добавлю, как уже сказал, что в подлинности уверен телеканал «Царьград» олигарха Константина Малафеева, кстати, того, кто по факту и начал войну в Украине, Стрелков именно за его деньги пришел туда создавать вот этих вот сепаратистов и псевдо-сепаратистов. То есть, по сути, ФСБ плюс деньги олигархов все это начали, потом там уже появились регулярные российские военные. Бородай близок к Малафееву, поэтому сложно представить, что значит как-то «Царьград» воюет против Бородая. Недавно Бородай был на конференции «Царьграда», который вот устраивал, там и Малафеев выступал. В общем, он вполне себе в орбите этого самого Малафеева. Подтверждает подлинность и комментирует разговор Бородая и Z-канал «Прогрессор». Вот что он пишет. «Месяц был тяжелый. Наверное, видно по публикациям, которых нет. Вчера я умудрился быть уволенным буквально за пять минут совещания у Комкора. Правда, потом меня простили, и я по-прежнему служу. Но тем не менее, в общем и целом, учитывая обстоятельства, которые нет желания описывать, чтобы не скатиться в дискредитацию, настроение было не очень. Но спасибо Бородаю, который вдруг стал требовать снаряды. И надо признать, что повод у него имеется. Снарядов выделяют действительно крохи, а ему еще не тот калибр выдали. Если бы не одно «но». Больше двух недель назад по сети стала расходиться его речь, где он добровольцев называет пехотой второго сорта, которых можно утилизировать выматывая противника. Само откровение для меня было не ново. Я был одним из первых, кто его услышал. Ибо именно такими, как он считал железобетонными доводами, он пытался убедить командиров моего отряда послать людей на невыполнимую задачу. И я, в принципе, не удивлен, что ему за это ничего не прилетело. Он же не певец какой с голым задом на закрытой вечеринке. Полный себя прагматичный политик, возглавляющий союз пехоты второго сорта. Не удивлен и тому, что за год мы не особо собрали кулак и мобилизовали промышленность, как он рассказывал. Там, видно, тоже вполне прагматичные люди этим занимаются. Потому что, будь иначе, из чего бы этот уважаемый человек стал наезжать на своих уважаемых коллег, прикрываясь гибелью тех, кого он называл лишними людьми. Честно, почему-то внутри появилось чувство дикого веселья, но, думаю, что нервное. По скриптам. Не надо спрашивать, о чем речь. Ссылок не будет. Кому интересно, сами поищите. Будьте так любезны. Про снаряды эта борода я уже публично заявлял не так давно, что-то недельку назад или даже на этой неделе, что вот не хватает снарядов. Дайте снаряды. А вот эта вот запись, которую мы с вами обсуждаем, она появилась где-то в середине сентября. Опять же, сегодня видео немножко задержалось, потому что я искал концы, откуда оно вообще появилось. И мы в итоге нашли первоисточник. Спасибо всем, кто помогал с этим поиском. Кстати, спасибо и всем, кто помогает каналу. Канал без вас невозможен. Спасибо за то, что вы это видео поддержите вашим лайком, комментарием и подпиской. Подписки для алгоритмов Ютуба самое важное, поэтому нажимайте на них. Самое важное в моменте просмотра видео. Также спасибо всем, кто помогает финансово. Есть Patreon, сервис рекуррентных платежей. Собственно, ссылка на него есть в описании. Там вы подписываетесь, на удобный для вас уровень поддержки и получаете какие-то бонусы за разные уровни. Их не так много, потому что я мало чего успеваю, но все время, если вы меня давно смотрите, вы знаете, все время надеюсь, что я как-нибудь начну это наверстывать и давать вам больше, но, к сожалению, времени очень мало. Ну и последний, но не по значимости способ, это купить MVP. Это классный продукт, который я делаю со своей технической командой. Он позволяет обходить любые блокировки, собственно, любые замедления. То есть вы сможете нормально смотреть Ютуб, пользоваться Дискордом и заходить на любой сайт, на какой захотите. Причем, в какой бы стране вы ни находились, он обходит не только российские блокировки, но плюс-минус любые блокировки. И, собственно, его преимущество в том, что он буквально, если мы говорим про Россию, умеет убегать от Роскомнадзора, и пока мы с этим справляемся. Спасибо всем, кто пользуется MVP. Если вы еще нет, то рекомендую на него переходить. Ссылки на покупку также в описании. Можно с российских карт, можно с зарубежных карт. В общем, спасибо всем, кто присоединится к пользователям MVP. Ну, а мы с вами продолжаем. В словах Бородая не увидел ничего внезапного зетник Полынкова, фактически убежавший с фронта и скрывающийся от военной полиции, но продолжающий быть зетником. И ведущий телеграм-канал «Солдатская правда». Не понимаю, пишет, почему сейчас все предъявляют конкретно Бородаю за эти его слова. Я его не собираюсь оправдывать, думаю, все знают мое отношение к этому депутату Госдумы. Но я не могу конкретно ему предъявить за эти слова. Если бы он озвучивал это с высокой трибуны, можно было бы даже высказать ему одобрение. Он озвучил реальное положение вещей системы, частью которой он является. Реальное отношение системы к нам, лишним людям. Единственное, что он не сказал, что системе эти лишние люди нужны чрезвычайно. Поэтому их держат бессрочными контрактами и повышениями предельного возраста нахождения на службе. Поэтому им не дают проходить военно-врачебную комиссию и недолеченных вновь отправляют в штурма. Прокомментировал видео и канал Росгвардеец, подчеркнув, что люди сами согласились на то, чтобы к ним относились как к мясу. Данное видео видел, в принципе, ничего нового, там запись разговора, так что видео по факту состоит из слов. Еще до войны, а потом после начала войны, от некоторых генералов исходила такая мысль, не помню как дословно, но что-то в таком духе. Солдаты нужны для того, чтобы умирать. Вот не помню, где и чьи слова звучали в таком контексте, но суть происходящего они отражают, что, собственно, и подтверждают слова Бородая на том видео. Еще звучит термин «лишние люди», то есть изначально все представлены как контингент нуждающихся в деньгах. Следовательно, отношения к солдатам товарно-денежные. Вы продали себя, мы делаем с вами все, что хотим. Такая концепция объясняет абсолютно все, что происходит на фронте, и главное, объясняет все те резонансные дела, которые периодически всплывают. Затканал «Помощь Донбассу» менее расположен к Бородаю. «Эх, Сашка, Сашка, как же так получилось», пишет он. «Ведь предал все и вся, друзей, русскую весну и самих русских. Саша, оно того стоило, но наконец-то ты получил денег столько, сколько не смел раньше мечтать. Их теперь тебе не сожрают за всю твою оставшуюся жизнь. Но наконец-то приближен к жопе начальства так, как никогда. Иногда они тебя вальяжно треплют по холке. И ты от этого счастлив? Это предел твоих мечтаний? Боже, как же мне тебя жалко, ведь я тебя еще помню совсем другим», пишет этот канал. Филолог в засаде добавляет, «Если кто вдруг еще не слышал, то сходите к товарищу Полынкову и послушайте, как Александр Бородай разъясняет отношение системы к пехотной массе излишних людей. Вполне разделяю мнение товарища Полынкова о допущенной Бородаем фигуре умолчания, в том плане, что на самом деле системе эти лишние люди нужны чрезвычайно. Поэтому их держат бессрочными контрактами и повышением предельного возраста нахождения на службе, поэтому им не дают проходить ВВК и недолично их вновь отправляют штурма. Однако отмечу несколько нюансов. Сразу оговорюсь, что впадать в сантименты в данном случае смысла не имеет, ибо Москва слезам не верит. Поэтому набросаю сейчас не менее цинично, чем Бородай. Фигуры умолчания в данном случае накрываются также наши мобилизованные, которых я бы вынес в отдельную категорию. Этих людей вряд ли можно отнести к лишним, поскольку они были вполне себе встроены в экономику, но при мобилизации оказались директивно вырваны из нее. Мобилизация таким образом образовала весьма чувствительную экономическую дыру, и будучи использованы как расходный материал, призванные по мобилизации эту дыру уже не закроют, а это плохо для экономики. При этом в определенных секторах нашей экономики объективно не хватает рабочих рук. Существующие же в стране экономические условия толкают сейчас вот этих самых людей, назначенных лишними на контракт в действующую армию. Вполне логично, что обеспечение более благоприятных условий труда в гражданских секторах не будет способствовать притоку добровольцев на контракт, и текущая нехватка рабочих рук компенсируется притоком в страну мигрантов и в Средней Азии. Однако миграционные потоки контролируются плохо, ввиду чего в страну попадают массы паразитических элементов, не нацеленных на участие в каком-то общественно полезном труде, а также откровенно деструктивных. Плюс к этому миграция по факту становится замещающей, поскольку вот эти наши лишние люди сливаются в расход на фронте. Такая практика позволяет как-то выруливать ситуативность здесь и сейчас, но представляет очевидную и весьма серьезную угрозу для нашей национальной безопасности уже в обозримой перспективе. Далее, некие стратегические резервы, призванные реализовать факторы истощения противника за счет нашей текущей расходной части в массе своей формируются внезапно из точно таких же лишних людей и по аналогичным принципам, то есть без адекватных критериев отбора, без учета реальных компетенций и с сомнительными программами обучения со всеми вытекающими. Более того, ввиду поставленного на поток перерасхода имеющихся и вновь поступающих в качестве пополнения человеческих ресурсов, формирование сколь-нибудь значимых стратегических резервов не складывается. Эти резервы в значительной степени превращаются в оперативные, а затем растаскиваются по действующим частям и точно так же идут в расход. То есть совсем не факт, что у нас вообще будет чем эффективно реализовать вот этот вот фактор истощения противника. И это не говоря уже о том, что сама распространенная практика совершенно бестолкового расхода человеческих ресурсов, учитывая выплаты миллионных компенсаций за ранение и гибель военнослужащих, в том числе раненых или убитых копеечными дронами, представляется Депутат Бородай выдал базу, как говорится. Напишут, что это искусственный интеллект, за него наговорил, потому я сразу подчеркнул, что под именем Бородай имею в виду одноименную нейросеть. Так вот, нейросеть, похожая на депутата Бородая, честно признается, что на фронт добровольцами идут лишние люди, социальный балласт, который ценности с социологической точки зрения не представляет и перспектив в жизни не имеет. А тут может рассчитывать на нормальную зарплату и медали. На их победу особенно не рассчитывают, их отправляют в расход просто, чтобы измотать противника, пока готовятся удары на основных направлениях и отстраивается военная промышленность. В общем-то, нейросеть Бородай озвучивает банальную мысль, что на фронте идет размен лишних людей с российской стороны на цвет нации с украинской, что по итогу обеспечивает результат. Наверное, многим это будет неприятно слышать, но голос честно беспринятых в телевизоре риторических оборотов описал отношение начальства к человеческому ресурсу. Почему-то массы этому обычно возмущаются, вместо того, чтобы сказать спасибо. Такие монологи можно услышать не только по теме добровольцев, а по любой вообще. Часто бывает, пишешь откровенно об отношении начальников к пиплу, о реальных интересах, о том, что обсуждают при выключенных камерах и в каких терминах. Безопределенной цели рассказываешь, просто как говорится, по приколу. А тебе в ответ ненависть, ведь человек ненавидит не того, кто его обманул, а того, кто его назвал лохом. Глокмейстер обращает внимание на другую проблему. Проблема, как мне кажется, пишет он сейчас немного иная. Точнее, длительное время имеется целый пучок проблем. Я не вижу пока даже намека на желание армии подходить к решению этих проблем системным образом. Во-первых, и это надо признать, мы растеряли свою мотивированную пехоту. Она закончилась в 22-23 годах. Собственно, никаких открытий я здесь не делаю. Об этом еще стрелков всех нас предупреждал. Но где сейчас стрелков? Напомните, пожалуйста. На место этих мотивированных людей приходят люди специфических категорий. Все, как и описывает в голосовом файле Бородай. Это люди возрастной группы 40+, а часто и 50-плюс лет. Очень часто с проблемами медицинского характера, злоупотреблявшие в жизни алкоголем, разными веществами или просто находившиеся в заключении большую часть взрослой жизни. За последние 15 дней через меня прошло два набора свежего пополнения. Первая группа примерно в 20-25 человек с характеристиками по здоровью и умственными способностями типа дрова. Вторая неполная рота и 45 человек, большую часть из которых составляли вэшники, то есть те, кто заключал контракт из мест заключения. К слову, за косяки разного рода в первый день они у меня наджимались и приседали с оружием 1100 раз. На секундочку. Но тут мы наталкиваемся на мину, заложенную дедушкой Лениным, зачеркнуто на другую проблему. Сроки подготовки. Умными людьми в высоких кабинетах сроки боевой подготовки определены в 16 дней. Для вэшников в 20 дней и для вновь создаваемых подразделений из вэшников в 21 день. И часто эти сроки нарушаются в сторону уменьшения, конечно же. Например, приезжает на третий день подготовки целый генерал и задает серьезный вопрос «А почему люди у вас не поделены на двойки и тройки в целях боевого слаживания?» Товарищу генералу «Привет, он точно себя узнает». На третий сука день люди автоматы или пулемет взяли в руки третий раз жизни. Так и хотелось предложить бравому офицеру взять в руки оружие и личным примером возглавить боевую тройку, чтобы значит все как по-настоящему, как в бою. Зачем это сделано? Ответа вам никто не даст. Кто-то достаточно оторванный от реальности принял эти цифры за реальные и система закрутила из-за скрижетала, пережевывая судьбы людей. У нас что, враг подходит к крупным мегаполисам? Перерезает коммуникации? Кем мы будем заменять этих лишних людей, про которых рассуждает Бородай, когда они тоже закончатся безвозвратным или медицинским образом? Третья проблема, ее тоже надо признать, отсутствие системы по воспроизводству командиров. Никаких нормальных сержантских школ, никаких курсов младших специалистов, вообще ни хуй. Николай, Илья, Харитон, Ульяна, Яков. Нет, на бумаге-то они есть. Я знаю географию и номера воинских частей, но по факту там происходит все то же, что и везде. Профанация. Из восьми человек, выпустившихся в одной такой сержантской школе, четверо приехали в часть в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, а еще четверо оказались в сачах. Как говорится, результат гарантированный. Восемь из восьми. Подойдите, распишитесь. Я уже сам готов создать и возглавить такую школу сержантов под ключ, и поверьте, даже в урезанные сроки подготовки пишется практически весь набор знаний и навыков среднестатистического и сержанта в СССР. Но тут мы наталкиваемся на что правильно, на вопрос про деньги. Деньги? Какие деньги? С надрывом возмущенно спрашивает моложавый генерал. Вы что, не патриот? Я-то как раз патриот побольше некоторых людей в зеленой форме, но одновременно с этим понимаю, что время и знания стоят денег. Капиталист же вроде как на дворе, как регулярно повторяет нам со всех экранов верховный командующий. Только за этот заезд в войсках передан один мастерок, девять анализаторов спектра тайны СА, антенны, кабели, оружейной химии, просто всякие средства для чистки и смазки оружия вместе с деталями ЗИПа для РПГ-7. Знаете, как сейчас войска пополняются новыми лейтенантами, вопрошает он? Лучше вам не знать, поверьте. Еще полгода назад мне казалось, что месячные офицерские курсы верхний профессионализм, а сегодня ситуация иная, она ухудшилась. А чем же заняты все эти главные управления, всякие ГУБП и прочие аббревиатуры, спросите вы? Они печатают рекомендации. Я читал парочку таких рекомендаций. Там на обложке что-то про опыт и про древесно-стружечные плиты было. Слова вроде правильные, но вникаешь в детали и понимаешь. Писал им бицил никогда в своей жизни ни средств дымообразования, ни современной радиостанции, не державший. А ведь писал, скорее всего, кто-то обнинишь полковника, правда? Мне что-то везет на общение с разными полковниками в последнее время, ага. Из забавного, и чтобы немного снизить градус негатива, разговор буквально вчера. Но подождите, а как же теория? Где войска второго эшелона? Где подготовленные дивизии, воинские соединения, т.д., которые вводятся в строй по мере стачивания основных сил? Не хочу тебя расстраивать, Хирилл, но мы, по-моему, с тобой и есть эти самые войска второго эшелона. Ладно, на бумагу излил и вроде как полегчало. Кто куда, я пошел дальше смотреть на красу и горлость. Ага, если кто не понял, то все описываемое выше относится исключительно к далекому государству Лаос, затерянному где-то среди манговых деревьев и прочих джунглей. Хорошо, что в российских вооруженных силах все совсем по-другому, все иначе, на порядке качественнее и профессиональнее. Так победим, заключает он. Вот такое описание того, что происходит в армии, такое отношение депутатов. И если вы думаете, что это один бородай, ну это же явно не так. Ну то есть очевидно, что абсолютно любая мразь в российском руководстве, причем как в гражданском, так и в военном, вот так относятся к людям. Хотите стать частью этого, помимо того, что стать фашистом и оккупантом? Ну тогда у меня большие вопросы. Может быть тогда действительно бородай прав. И речь идет про лишних людей. А с вами был Майкл Найк и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин